Привет, друзья! С вами снова Анна Камлевская. Сегодня у меня получился какой-то прям баклажановый образ. Напишите мне, кстати говоря, подходит мне такой цвет губной помады или нет, или это немножечко смотрится прям по-вечернему и как-то драматично, или же, в принципе, для дневного варианта тоже подойдёт. Но речь сегодня пойдёт не о моей губной помаде и не о моём баклажановом образе, а речь пойдёт сегодня о замечательной книге «Любовная магия денег», которую написала Алла Фолксом. Вот я вам покажу эту замечательную, прекрасную женщину. Здесь про неё много чего написано, что она и победительница там всяких конкурсов красоты, и занимается более 15 лет организацией ивент-мероприятий, и она работала и моделью, и оперной певицей. В общем, всё, как я люблю на самом деле. Или эта книга каким-то таким случайно-неслучайным образом на самом деле попала ко мне в руки. Эта книга каким-то случайно-неслучайным образом на самом деле попала ко мне в руки. Опять-таки на «Озоне» я там заказывала кучу всего, и у меня много книг лежит в отложенном, то есть я думаю, что закажу это как-нибудь при случае, потом, когда будет побольше денег на книге, или когда будут какие-то скидки на «Озоне», и у меня очень много лежит в отложенном книг. Так вот, эта книга тоже, она была заказана только потому, что мне нужно было до бесплатной доставки, там от 3000 у меня бесплатная доставка, мне нужно было еще чего-то дозаказать, я думаю, ну что дозаказывать на Азоне, надо же обязательно дозаказать какие-то книги. И в итоге, соответственно, я подумала, что никогда не повредит освежить какие-то свои знания в этой области по привлечению в свою жизнь денег и финансов, и я ее заказала. Собственно, особую аннотацию я на тот момент не вчитывалась, и книжечка, когда, конечно, пришла, немножечко она меня разочаровала, так как просто по первому впечатлению, ну у нее вот такая мягкая, видите, вот можно выгибать во все стороны, обложечка, книжечка маленькая, я посмотрела на эту Аллу Фолсом, что это какая-то там, блин, топ-модель и красотка, я подумала, ну что она может там вообще, блин, короче говоря, рассказать. И я ошиблась, дорогие друзья, я просто очень серьезно ошиблась в этой книге. Конечно, еще меня вот эти, знаете, всякие легкомысленные картинки тоже начали смущать, всякий вот такой подход, да, вот не знаю, видно или нет, да, вот этот подход, он меня начал смущать, мне же нужно все по-серьезному, чтобы было все прям вот как надо, как правильно, и в принципе, прочитав эту книгу от начала до конца, тоже там из-за пару дней, она меня очень сильно вдохновила, очень понравилась, я прям горела желанием снять обзор, но опять я прочитала летом ее, и вот только сейчас снимаю в итоге обзор. книгу, но тем не менее, книга потрясающая, то есть всем девочкам, девушкам надо ее прочитать, реально она стоит не каких-то больших денег, то есть тоже категория до 300 рублей у меня, да, то, что заказал и не жалко, да, но тем не менее, книга потрясающая. И в чем ее потрясающая заключается, то есть автор женщина, легкомысленная, вот такая же, как все мы, да, женщины, она говорит про то, что у мужчин своя логика, у женщин своя логика, и все те книги, все те семинары, которые мы посещаем, которые разработаны, ведутся мужчинами, на женщин это все не срабатывает. И я в какой-то степени с ней согласна, да, мы можем что-то откуда-то подчеркнуть, но наша женская логика, она мужчинам вообще не подвластна в этой жизни, и какими бы они ни были там умными, разумными, докторами, профессорами, психологами, они все равно остаются мужчинами, а мы остаемся женщинами. Поэтому, собственно говоря, когда в начале книги Алла про это я начала писать, я так прям, думаю, заинтересовала, ну что же вот такого, да, у нас другого в нашей женской психологии, и другого оказалось очень много. Книга эта изобилует, конечно же, рассказами, небольшими такими вкраплениями, реальными историями из жизни женщин, которые проходили семинар «Любовная магия денег», да, которые прочитали книгу, и это не учебник с какими-то там определениями и прочим, да, то есть сразу идет практика, вот эта книга, которую надо читать и делать. Я, конечно же, такой не очень хороший читатель, который прочитает все, потом подумает, я сделаю какое-нибудь упражнение потом, и, конечно же, нифига я не делаю. Это очень большая ошибка, это нельзя так делать, лучше потратить время на то, чтобы действительно выполнить упражнение. Из этой книги я начала выполнять некоторые упражнения, не доделала до конца одно из этих упражнений, список из 100 желаний, да, то есть что вы хотите, например, купить, куда хотите поехать, что посмотреть, что испытать, и когда, вы не представляете, когда я начала делать это упражнение, записывать, да, то есть, во-первых, конечно, 100 желаний я не доделала, вот до конца написать, ну, в общем-то, может быть, не так и просто, как кажется на первый взгляд. И вот уже в процессе упражнения у меня появилось столько энергии, я подумала, боже мой, я и это хочу, и это хочу, и это, и какие-то желания более такие, ну, материальные, не очень крупные, да, там, как покупка дома в Хорватии, например, я начала осуществлять уже, вот, прям, очень ближайшее время после составления этого списка, и действительно находятся на этой деньги, находятся те вещи, которые, ну, тебе нужны, которые тебе подходят, просто история с кожаной курткой, да, то есть я ходила, смотрела и до этого, и мерила, и уже я даже мерила все подряд, то есть я не смотрела на цену, думаю, пускай это будет, там, дорогая куртка, ну, пусть она мне идеально сидит, и мне идеально подходит, и украшает меня, но все, такую куртку я никак не могла найти, и случайно забрела в Снежную Королеву, и там все случилось, при том, что куртка стоила в районе 40 тысяч, и на нее была скидка, она была в единственном экземпляре, у меня ходовой размер, да, там, 44-46, это ходовой, я считаю, размер, и вот эта курточка, она сохранилась, то есть я верю, что эта вещь меня ждала, а я думаю, что если бы я не написала в список эту вещь, да, вряд ли бы, может быть, я и пошла бы таскаться по магазинам, и искать кожаную куртку себе, вот, соответственно, о чем еще ключевой момент пишет Алла, она пишет о том, что каждая женщина должна ощущать себя королевой, вот, то есть я могу сказать, что до прочтения этой книги я нифига себе никакой там королевой, принцессой вообще не ощущала, вот, это однозначно, скорее, чем кем-то другим, прям, королем или принцем, вот, это тоже ключевой момент, опять-таки, чтобы почувствовать себя королевой, она пишет про то, что нужно не только думать, как королева, но и выглядеть, конечно же, как королевой, тут она просто на нескольких там страничках, да, не надо читать книг каких-то прям огромных или ходить на какие-то семинары, она, в принципе, суть вот всего, она описывает даже то, как сделать макияж, про осанку там, про то, как носить каблуки упражнения и не уставать, то есть прям вот Аллочка молодец, такой тоненькой, маленькой, малютки вообще рассказала обо всем, в начале также книги, у меня такое, вот, я, про макияж там было в конце, ну, такой обзор будет взбудораженный немножечко этой книгой, она приводит непосредственно такие, ну, скажем так, практики, то, что вам нужно сделать для того, чтобы убить своей химеры, а то, что такое химеры, что это имеется в виду под этим, да, вы можете узнать, представь эту книгу, но, действительно, по поводу химеры, я сначала читала, ну, а, у меня это нет, нет, я так не думаю, но потом в процессе, несколько дней после прочтения книги, я начала анализировать, да, думать, что вот тут я так думаю, тут так, 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 и начала всё это менять, трансформировать, отрубать головы, головы своим химерам. Соответственно, я не могу сказать, что вот после прочтения этой книги, прямо на меня сразу вот мешок с миллионом долларов, вот он свалился, упал, и я прямо в одно мгновение разбогатела, в любом случае нужно шевелиться, этого никто не отменял, дорогие друзья, но эта книга реально очень-очень полезна. Также Аллочка пишет о том, как нужно выстраивать свои взаимоотношения с мужчинами, и взаимоотношения мужчина, деньги мужчина, то есть она там такие вообще классные даёт задания, которые нужно выполнять на образы, да, на вот это образное мышление, представление и всё такое, ну, просто великолепно, то есть книга действительно заслуживает внимания, заслуживает прочтения, она реально стоит этих денег, может быть даже стоит сходить к Алле на мастер-класс, да, на семинар, почему нет, потому что иногда, ну, нужен прям такой жёсткий нам пинок, а не просто, да, там, почитать книжку дома, кому-то нужна компания, единомышленники, да, поэтому почему нет, то есть если опять-таки позволяют финансы, можно всегда сходить. В общем, книги ставлю, если вот по оценкам, прямо вообще твёрдую пятёрку, спасибо большое автору за то, что эта книга написана, что она существует, спасибо Озону, что каким-то магическим образом она мне там попалась на глаза, и, в общем-то, всем спасибо, все свободны. Рекомендую к прочтению вот эту замечательную книжечку «Любовная магия денег» всем девушкам, мужчинам, может быть, тоже будет интересно почитать, что-то узнать немножечко больше о женской логике, который не существует. С вами была Анна Камлевская, надеюсь, это видео было вам полезно и интересно, пишите ваши комментарии, смотрите другие мои видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, улыбайтесь и ловите от меня много-много-много-много-много-много-много-много-много позитивной энергии, будьте счастливы, любите друг друга, будьте любимы. С вами была Анна Камлевская, до новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok